О, смотрите, Тамара, ты удобно устроилась, видите, как она тут полит, уже устроилась на стульчике, бабка старая. Вчера на корточках насиделась, ноги уже болят, мышцы стали болеть, что я сегодня, видишь. А вены как твои? Не надулися? Вены нормально, шумность вены. Я где-то видела, что лопух, что ли, подорожник приложить, что ли, надо попробовать это средство, не знаю, всякое придумают, слышишь, но это ерунда, по-моему, это ерунда. Не хочу даже об этой истории говорить, с венами у меня своя история. Ну да, мне кажется, что это вот когда ты гандболом занималась, то тебя как этого лучшего бомбардира выбивали. Помнишь, ты рассказывала? Особенно в Ангижане, вы когда первое место заняли? Это гены у мамы были, такие гены. Это гены? Ну, не такие, конечно, сильные, но у неё тоже были гены. У меня, я вся в маму в этом плане. А мне всё-таки кажется, что вот это тогда такие синяки у тебя были, помнишь? И потом тяжести мы же таскали всё время. С седьмого класса хлопок. Тридцать килограмм сорок. Да хлопок, ладно. А ты расскажи, как мы ещё эти тяжести таскали, когда дом строили? Ну, дом строили, да. Ну, что же нагрузку такую даёт, что мы и мешками, и тачками, и чем только не таскали. И кирпичи, и всё. Поэтому, что тебе сказать, вены тут всё вместе. Ничего, они у меня пока не тревожат. Я думаю, что чисто косметически можно сходить там, сделать процедуры сейчас у флеболога, в общем, проконсультироваться сначала. Ну, сейчас, наверное, есть такие таблетки, которые, ну, не обязательно хирургическое вмешательство, я так думаю. Нет, хирургическое вмешательство. Сейчас же иголкой только вводят какие-то средства, и они... Рассасывают, да? Рассасывают вот эти тромбы, и запаивают места, где повреждены. Поэтому там сейчас всё очень просто. Ты уже встаёшь и очень красивенькими ногами идёшь. Да ты что? Ну, давай быстрее, надо же это всё заснять и показать зрителям, а вдруг кому-то и поможет. Дай бог, будет мир, победа, и мы всё сделаем, всё будет хорошо. Да, вот будешь всё рассказывать. Ну, ты знаешь, Тамара, очень много положительных комментариев, но и отрицательных, ого-го, хватает. Достаётся нам, да? Что ты на это скажешь? Я у тебя интервью беру. На негативные комментарии вообще даже не хочу отвечать. Не хочу отвечать. Нет смысла и нет желания. Вообще. Единственное, хочу большое спасибо сказать всем тем, кто нас поддерживает, кто шлёт комментарии хорошие, отзывы о нас. Большое спасибо. С Витей особенно приятно. Да, я, да, вдохновилась. Хотя она всегда говорит, я не могу, я не хочу, я не... Цене мое, цене мое. Люба говорит, ну, мне же тоже даже ради нас, чтобы мы видели, чем вы занимаетесь, что вы делаете. Да, вот только это меня заставляет, да, заставляла, а сейчас уже и зрители. Вот, и всем большое спасибо, вот. Но больше всего трогает и хочется поддержать тех, кто шлёт нам приветы и поддержку с оккупированных мест. Всегда это очень, я не знаю, это, ну, вот как-то так душевно приятно и в то же время больно, больно за вас, дорогие. Нам здесь не легко психологически и вообще, вот тревожно. А представляю, как вам, дорогие, как вы в тревоге, как вы живёте, в какой тревоге вы живёте за свою жизнь, в каком страхе и в постоянном вот таком напряжении. Всё, я сказала, Тамаре, успокойся, продолжай. Да, у человека, успокойся. Вот так вот мы, в таком вот мы и живём состоянии. Поэтому, дорогие мои, я, верьте, и будем верить и надеяться, что как можно, вот, скоро наступит такое время, когда мы будем с вами жить под мирным небом Украины счастливо и долго. Да. У вас же не стреляют, что вы плачете, вы продавились американцам, а теперь плачете. Знаешь, вот таких комментариев много. Мы, конечно, стараемся не обращать на такие внимания, но всё равно... Почему вы плачете? Ну, тревожно, очень тяжело. Всё время, в Киеве особенно, мы под напряжением всегда. Воздушные сирены, летают ракеты, убивают людей. Что они не знают, это. Они всё прекрасно знают. Так вот сейчас тяжело, страшно за себя, за своих близких. Самое главное, за близких, за родных. Очень страшно. В любом случае, страшно. Да и вообще, постоянно в новостях, как ракеты летают, убивают людей, мирных людей, детей. Вот как не плакать, как не переживать за это? А то, что насчёт американцев продали, там, где виновата Америка. Да вообще, я не знаю, это надо насколько быть примитивным, что так думать. Я уже не хочу вообще об этом говорить. Потому что вся история показывает, вся история вообще Советского Союза показывает, что во многих случаях именно благодаря Америке выжила и Россия выжила. Ну, я вообще не хочу на эту тему говорить. Это понятно. Кто захочет, тот будет изучать, понимать. Я только один из эпизодов своей жизни, Свет, хочу рассказать. Только солнце так светит. Давай туда я, вот, эпизод расскажу. Один из эпизодов жизни. Давай, вот сюда сядем. Так, чтобы солнце не светило, а то у меня уже жарковато. Вот здесь вот. А вот. Значит, все вы знаете, я училась в аспирантуре. Жила на Ломоносово. Ломоносово, общежитие 9. И с нами, у нас была блочная система, и в блоке у нас жили девчата. Приезжали еще заочники. Вот одна из заочниц, где-то то ли на кафедре истории КПСС, то ли философии. Я уже не помню, на какой кафедре она писала. Ее звали Света. Фамилию я тоже до сих пор помню, но... Философии ты говорила. Философии, да? Да. Не помню, Света. Может, и не философии. Сейчас уже это не так важно. А вот ее звали Света. Мы как-то очень общались. Она была очень общительная девочка, такая активная. Общались, разговаривали. Часто вели беседы очень большие. И она на всякие темы, особенно международные. Ну, тогда молодые. Мы же всегда интересуемся всякими вопросами. И это был 86-87 года где-то. 88-й год. Вот эти годы. Вот еще не развалился Советский Союз. И она писала тему, она писала диссертацию. Часто она этим прорывала и писала диссертацию на тему. Конкретно не помню, но смысл был таков, что Америка, оплот империализма, оплот международное зло. В общем, что это такое? Оплот международного империалистического зла. Америка. И вот она, когда вступает в разговор, она диссертацию же пишет. Она же ученая. У нее и доказательства убедительные. Анализ, синтез, выводы. Все у нее шикарно. И она нам убедительно могла все это доказать, что все наши беды. А вы же помните, кто? Нашего поколения. Помните, кто у Советского Союза был враг? Америка, правильно? Америка. Вот это была актуальная тема. Америка. Международное зло. Ну, словом, убеждала очень нас и она тоже, что во всем свете хуже зла, чем Америка. Нет, так как это была актуальная тема. Из Орницы, даже из ПИС со времен пионерии у нас проходили. Мы с Америкой, мы с Америкой все воевали, всю жизнь Советский Союз воевал с Америкой. В общем, разваливается Советский Союз. Как вы помните, 90-е годы. И где-то в 2000-е годы, я не помню, в 2001-м или 2002-м, может быть, где-то, в общем, не так долго прошло, не такое большое время, период времени прошел. Я ее встречаю, там часто гости приезжали. Я, видимо, кого-то из гостей уже не помню, кого повела в Печерскую лавру. И там я встречаю эту Свету. Она такая вся, как всегда, активная, энергичная, красивая, очень веселая. Мы так встретились очень хорошо, поговорили о делах, как и что. И она мне говорит, я говорю, а где ты сейчас? Она говорит, я же в Америке. Я говорю, как в Америке? Она говорит, ну да. И она начинает рассказывать, как ей хорошо там живется, ты же знаешь, какие социальные, хорошие программы, как там, в общем, хорошо. Все же для чего? Америка, это же все для людей. Все же для людей, она мне говорит. А я ей напоминаю, говорю, Света, а как же у тебя тема диссертации «Международное зло» хуже Америки, в этой жизни никого нет. Ты же это нам доказывала все время. А она мне говорит, ой, Тамара, это ж до сих пор помню вот эти слова и не забывается. Это ж такое время было. Ну что, мы приходим на кафедру, нам дают такую тему, ну мы и пишем эту тему. Так вот я к чему это все веду? Чтобы как бы потом всем вам не остаться удивленными, изумленными и разочарованными, что вас так убеждали, потому что все те, кто вас так убеждал в итоге, окажутся в той же Америке или Европе. Да они уже и сейчас виллы свои и дома строят там. Поэтому я не хочу даже говорить на эту тему. Мне просто всегда смешно. Я вспоминаю вот эту Свету, которая мне вот так сказала. Очень просто и хорошо ей сейчас. И такое же время было. Да. Вот как бы вам... Все можно оправдать, понимаешь? Но спокойно можно оправдать. Такое было время. Взор жизни очень поучительный, не только для меня, я думаю. Так что делайте свои выводы. А ты, Тамара, иди работай. И Света, ты тоже иди работай. Вот наши рыбаки приехали. А сколько вы уехали, Валера? Пять утра. Ого. Вот рыба вся. А не выкидывай на траву. Ох ты, ох ты. Вот красота. Да, хорошие. Как называется? Лящи. А все лящи, да? Да. Это ты свату хочешь послать? Он тоже рыбак. И Валера хочет ему послать, показать. Да, у него работа, поэтому он, к сожалению, не смог приехать. Вот так, вот так, смотри, как он делает. Так, вот так, порядок. Вот так. Вот Галя уложила, как положено. Как положено, порядок должен быть. Так, Валера, тень мне не создавай. Я хочу четко показать зрителям, как она лежит. Тут рыбка красивая. Вот она, видите? Одна в одну. Вот эти только две мелкие рыбешки. Но ничего, не все коту масленица. Достаточно и того, что наловили. Что только? Он уже, смотри, идет, Света. Ага, ага. Уже она издалека прибежала. О-о-о, и стингер бежит, и стингер бежит. Бежит, 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 бежит. Бежит, бежит, бежит. Крупный план, если показать, да. Действительно. Увеличивать, вообще будет. Большая будет. Так, ведро давай. Ага, ведро. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сингер уже тут, как тут, Валера.